МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Что ждать от новой команды депутатов? Председатель Думы Антон Ульянов встретился с журналистами. Обезопасить пассажиров. Общественный транспорт дезинфицирует несколько раз в день. 10 лет ярких побед. В юбилейном году у пейнтбольного клуба «Реактор» появилось свое помещение. Далее расскажем обо всем подробно. Стоит опасаться тех, кто намеренно стремится к власти, считает Антон Ульянов. Новый председатель Саровской думы признался журналистам, что не ставил перед собой цели занять руководящее кресло. И ссылаясь на слова Никиты Михалкова, обозначил власть как тяжкий крест. И тот, кто жаждет власти, не несет этот крест, а лишь преследует личные интересы. Я за каждой должностью не гнался. Туда, куда я попадал, везде получалось так, что вот как-то меня кто-то предлагал и поддерживал. А я не пытался цепляться и завоевать чего-то новое. В 2015 году Антона Ульянова избрали депутатом шестого созыва Думы. И через два года он стал зампредом, а в седьмом созыве председателем. И хотя теперь руководитель Думы в Сарове не является главой города, его ответственность от этого не становится меньше. Город перешел на одноглавую систему управления, но администрации и мэр остаются подотчетными Думе. Городская дума не ушла в подчинение главе города. И городская дума, это как представительный орган власти, он все равно стоит особняком. Депутаты – это представители людей. Все равно городская дума остается в этом статусе и ничего не теряет. В седьмом созыве работа Думы неизбежно изменится, уверен Антон Ульянов. И дело не только в том, что к власти пришли новые люди. Свои условия диктует и пандемия. Уже два заседания депутаты провели дистанционно. Удаленный формат работы нужно развивать и дальше, постепенно улучшая его. Нам нужно переходить к формату прямого диалога. Это режимы ВКС. Когда человек может уехать в отпуск и, тем не менее, принимать участие, например, в работе Думы. Где-нибудь с пляжа, например. Или не снимая горные лыжи, он где-то будет участвовать в заседании и иметь возможность проголосовать. Рассказал новый председатель и о городских проектах. В частности, о создании в Сарове национального центра математики и физики и филиала МГУ имени Ломоносова. По словам Антона Ульянова, пока много вопросов. Как и где расположатся учебные корпуса и академгородок. И как именно будет организована новая федеральная территория, статус которой должен приобрести Саров. Но ответы на них будут получены уже в ближайшее время. Данным же соответствующее распоряжение правительству, полетели телеграммы, забегли люди, готовятся документы. Университет готовит преподавателей. И все это будет в рамках того, что в городе будет, город станет федеральной территорией. Не обошел вниманием Антон Ульянов и вопрос концессии Горводоканала. На днях глава города Алексей Сафонов сообщил в своем инстаграме, что он отменил все постановления, касающиеся этого процесса. Председатель Думы уверен, что это взвешенное решение, которое повлечет за собой дальнейшее изучение вопроса. Нынешний глава, понимая, что эта тема, концессия, она идет на 20 лет вперед. И начинать ее, имея какие-то нерешенные вопросы, какие-то подводные камни, запускать ее нельзя. То есть, чтобы она и юридически не была потом оспорена, чтобы этот проект был действительно, он сложный, он очень сложный, конечно, был реализован. Начинать ее с какими-то нерешенными внутренними там нестыковками, с вопросами от прокуратуры или еще бы кого-то ни было, невозможно. Сети водоснабжения и водоотведения нуждаются в реконструкции. Консессия – один из инструментов для решения этого вопроса. Но далеко не единственный, подчеркнул Антон Ульянов. Депутаты и администрация в новом году продолжат обсуждать ситуацию с Горводоканалом. Лидия Шулаева, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24. 3,5 тысячи доз вакцины от коронавируса заказала клиническая больница номер 50. В Нижегородскую область вакцина уже поступила по линии Минздрава. КБ-50 снабжается за счет ФМБА. Медики ожидают получить лекарство в ближайшее время. Точная дата пока неизвестна. Прививать будут сыровчан от 18 до 60 лет. В первую очередь медиков, сотрудников образовательной и социальной служб, работников некоторых городских предприятий. Мы готовы для ее получения. На сегодняшний день у нас имеются специальные морозильные камеры, потому что она хранится при температуре минус 18 градусов. То есть выше нам нельзя ее хранить. Вакцину нужно размораживать вот при комнатной температуре в течение 30 минут. Ее нужно уже ввести. Дольше ее хранить нельзя. Повторно замораживать ее тоже нельзя. Прививать будут гам-ковид-вак. Это тот самый спутник ВИ. Двухкомпонентная векторная вакцина против ковид-19. Ее разработали в институте имени Гамалеи. В составе вакцины нет коронавируса. Она содержит рекомбинантные частицы аденовируса человека, в которых есть лишь белок оболочки коронавируса, в отношении которого вырабатываются антитела. Вакцинация добровольная. Обязательно за день до прививки пациента направят на медосмотр. Вначале вводят один компонент. Через 21 день повторно вводят второй компонент. И уже вот дальше через 2-3 недели уже появляются антитела. По наблюдениям медиков, у тех, кто переболел коронавирусом в легкой форме, иммунитет сохраняется в течение трех месяцев. У тех, кто перенесли болезнь в средней или тяжелой форме, антитела в организме сохраняются на более длительный срок. Мы брали на исследование кровь у лиц, которые в апреле переболели на такой средне-тяжелой форме. У них до сих пор в достаточном количестве вот эти антитела G. Пока в Саров не привезли вакцину от коронавируса, медицинские работники рекомендуют делать прививки от гриппа. При этом у человека вырабатывается перекрестный иммунитет. Шансы заболеть коронавирусом снижаются, либо он переносит коронавирус в легкой форме. Елена Грецкова, Евгений Шевцов, Александр Мальков, служба новостей, Саров, 24. В общественном транспорте шанс заразиться коронавирусом возрастает в несколько раз. Именно поэтому к дезинфекции автобусов подходят особенно тщательно. В Сарове регулярно обрабатывать транспорт начали еще весной. Дезинфицируют салон машины два раза в сутки. С 10 утра до полудня и после завершения смены. Обрабатывали сначала гипохлоридом, но он едкий, запах хлорки неприятный в автобусе. Сейчас состав не пахнущий, он не раздражает слизистую. Универсальным антисептиком обрабатывают все поверхности, к которым прикасаются пассажиры во время поездки. Раствор безопасен для людей и животных. В день обрабатывают примерно 25 муниципальных автобусов. Для этого используют распылитель. Со своей стороны перевозчик делает все, чтобы снизить риск заражения в автотранспорте. А вот среди пассажиров встречаются люди, которые пренебрегают средствами защиты. По идее мы должны их высаживать и не возить. Но выгнать пассажира из салона, тем более сейчас на улице холодно. Здесь в общем-то возят, ездят без масок. Мы не в состоянии, скажем так. Водитель не может выйти из салона, из кабины, чтобы кого-то выпроводить. Он может только попросить. Частные перевозчики тоже соблюдают требования Роспотребнадзора по санообработке транспорта. Малые габариты автомобиля по сравнению с городским автобусом позволяют это сделать буквально за 5 минут. Используют для этого раствор дезинфицирующего средства с высокой антимикробной активностью. Это раз в полтора часа. Ну, то есть, это получается после каждого рейса. Водитель дана инструкция протирать все контактные места данным раствором. По отсчетам, получается, у нас, значит, раствор разводится на 28 дней. Ну, литра хватает примерно на неделю. Водители маршрутных автобусов получили рекомендации по соблюдению защитных мер во время перевозки пассажиров. Но также встречаются горожане, которые считают маски совершенно лишним атрибутом. Значит, водителям даны инструкции находиться, во-первых, самому в маске. Также пассажиры, кто садится в автобус, также одевали маски. В случае, если у пассажиров отсутствуют маски по каким-то причинам, значит, у нас в автобусе имеются одноразовые маски. Водитель бесплатно предлагает пассажиру одеть маску. В условиях эпидемии коронавируса у перевозчиков к пассажирам одна просьба – находиться в салоне в защитной маске. Так вы защитите свое здоровье и жизнь. Елена Грецкова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей. Саров, 24. 130 страниц и почти 500 пунктов. С Нового года вступает в силу обновленная редакция противопожарных правил. Если законы войны пишут кровью, то это документ – золой и пеплом. Каждый год на пожарах погибает несколько тысяч человек. И в большинстве случаев люди сами выносят себе приговор. Легкомыслие небрежности огонь не прощает. Как, например, летом, когда старинная русская забава «спалить мусор» заканчивается столбами густого дыма и каретами скорой помощи. С 1 января такие развлечения окажутся под запретом. В новых правилах противопожарных теперь у нас есть такой пункт, что на территории садовых участков, на территории домовладений, населенных пунктов запрещается категорически сжигать сухую травянистую растительность, листву, какой-то либо мусор, разводить костры. Этот запрет многие восприняли как прощание с шашлыками. Но в действительности все немного не так. Разводить огонь для приготовления пищи можно, если делать это на безопасном расстоянии. До ближайших сооружений должно быть не менее 5 метров. Про несгораемые емкости тоже не будем забывать. Специальными очагами являются, например, для приготовления пищи, это будут специальные, допустим, печи и складки, которые оборудованы системой дымоходов. Вот, в них можно. А так теперь все это запрещено. Ответственность за нарушение правил пожарной безопасности прописана в двух документах. Первый кодекс об административных правонарушениях, именно статья 20.4. По ней гражданам грозит штраф от 2 до 5 тысяч рублей, в зависимости от обстоятельств. В тяжелых случаях речь будет идти уже об уголовном наказании. И здесь все гораздо строже. Самым удачным исходом станет штраф в размере 80 тысяч рублей. Если без жертв не обошлось, можно получить реальный срок, вплоть до 7 лет лишения свободы. Пожарные в очередной раз напоминают, незнание закона не освобождает от ответственности. Убедительная просьба всем руководителям организаций доводить нового правила до подчиненных. И обыкновенным, так сказать, гражданам читать, развиваться в этом направлении. Подчеркивать для себя что-то важное. Новые правила противопожарного режима будут действовать до 2026 года. После чего их пересмотрят в соответствии с требованиями времени. Константин Перевозчиков, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Четвероногие обитатели села Ломасово с любопытством изучают незнакомцев. Те явно что-то замышляют. Достали бумаги, сверяют часы, активно жестикулируют и даже пригнали автогидроподъемник. Похоже на операцию, вот только какую? Правильный ответ – профилактическую. Через несколько минут добровольцы из поисково-спасательного отряда «Волонтер Саров» рассядутся по машинам и выйдут в сторону деревни Триоврашка. Каким-то непостижимым образом окрестности заброшенного села притягивают потеряшек со всей округи. Рандеву с незнакомым лесом, особенно для пожилых людей, может закончиться печально. Чтобы этого не происходило, волонтеры решили установить на деревьях сеть ориентиров. Проект называется «Стрелки» и уже успел отлично себя зарекомендовать в разных регионах страны. Стрелка – это вот такой металлический лист с обозначением 112. То есть если вы звоните 112, если у вас есть при себе телефон, и говорите, вот этот номер, написанный на стрелке, по координатам вам тут же выезжает поисковая группа и вас эвакуируют с этой точки. То есть никуда не надо уходить, ничего не надо искать, просто позвонили к вам, приехали, вас забрали. Отъехав на 2,5 километра от Аламасова, делаем первую остановку. Вроде и близко, но понять, где люди, уже невозможно. Пора ставить первый указатель. Волонтеры пишут на табличке название населенного пункта, указывают расстояние и, разместив правильное направление, приколачивают к дереву. Под знаком приматывают скотчем памятку для тех, кто потерялся в лесу. И это еще не все. Теперь стрелку нужно зарегистрировать. С помощью навигатора и компаса волонтеры определяют точные координаты. Чуть позже их внесут в единую базу данных. Добровольцы надеются, что в будущем их усилия принесут плоды, и выходить на поиски придется реже. А пока каждый человек на счету. И волонтеры с радостью готовы принять свои ряды новобранцев. В первую очередь нам, конечно же, требуются поисковики, потому что это достаточно сложно ходить по лесу. Нужна все-таки физическая подготовка, плюс свободное время. Но также нам требуются картографы. Это люди, которые находятся дома и готовят комплект карт для поисковиков, которые отправляются на поиск. Информационные координаторы. Это люди, которые принимают заявки, собирают информацию. Вообще направлений очень много в отряде. В каждом мы готовы обучить. Вся актуальная информация о поисково-спасательном отряде «Волонтер Саров» опубликована ВКонтакте. Там же можно пообщаться с руководителями и оставить вступительную заявку. Константин Перевозчиков, Евгений Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей. Саров, 24. Этот неприметный стол в углу коридора 16-й школы легко спутать с обычным бюро находок. Местом, где собирают учебники, сменную обувь и другие вещи, которые забыли ученики. Но стоит присмотреться и с удивлением замечать, что канцелярские принадлежности аккуратно упакованы. А в прозрачных пакетах безошибочно угадываются знакомые контуры красочных коробок с игрушками прямиком из магазина. В преддверии новогодних праздников 16-я школа присоединилась к благотворительной акции «Страна добрых дел». В данной акции мы помогаем детям, которые находятся на длительном лечении в Нижегородской клинической больнице детской в Нижнем Новгороде. В настоящий момент акция у нас действующая. Она продлится до 30 декабря. Почувствовать себя волшебником и подарить ребятам из онкологического отделения частичку тепла под силу каждому. На вакте 16-й школы принимает любые подарки, кроме мягких стеклянных и керамических игрушек. Это может быть маленькая машинка, кукла, увлекательная книга, краски, карандаши или что-то еще. Посылки из Сарова пополнят волшебные коробки храбрости, которые стоят в каждом процедурном кабинете. Сами подарки в больницу будут отправлены не на Новый год, а ближе к празднику Рождества, по той причине, что в новогодние праздники, как правило, из больницы дети стараются выехать домой. Поэтому подарки будут вручаться 7 или 8 января. 16-я школа участвует в благотворительных мероприятиях не первый год. По словам исполняющего обязанности директора Алексея Сильверстова, это важная честь воспитательной работы, которая помогает вырастить не только умных и целеустремленных, но и отзывчивых ребят. Мы видим, что с каждой акцией количество детей, участвующих в акции, естественно, растет. К этому очень положительно относятся также и родители. Поэтому мы считаем, что акции достаточно нужные, важные не только больным детям, но и также нашим детям воспитывать в них все самое доброе, самое хорошее. Константин Перевозчиков, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Саксофон – символ эпохи джаза. Его голос называют бархатным, чарующим, магическим. Екатерина Староверова впервые взяла в руки этот музыкальный инструмент в 8 лет и не расстается с ним по сей день. С теплотой в голосе сейчас вспоминает она свою первую сыгранную мелодию «Розовую пантеру». Изначально я собиралась идти на флейту, но меня отправили к учителю, который преподает саксофон, Синицкому Игорю Александровичу. Мне очень понравилось, как он играет на данном инструменте и решила, что после блокфлейты я буду заниматься именно на саксофоне. Играю я классические произведения, мелодичные, иногда с быстрыми частями. Екатерина побеждала в международных и всероссийских конкурсах, однако на московской площадке играла впервые. Как призер фестиваля «Москва встречает друзей», она выступила в картинной галерее народного художника СССР Александра Шилова. Вообще там не было даже зрителей, поскольку у нас сейчас пандемия. Это было не так уж страшно, просто напротив камеры играть. Но так все равно волнения никакое-то было. Все-таки в Москве играю. Екатерина, академический саксофонист, играет преимущественно классику. На фестивале выступила с произведением композитора Ганса Хьюмана «Славянская фантазия». Она привлекла саксофонистку своей мелодичностью, а также быстрыми частями, которые позволили показать жюри более сложные приемы игры. Готовиться к выступлению в период пандемии было непросто. Когда человек уже достаточно взрослый, по-взрослому играет, и достаточно профессионально, необходимо тесное сотрудничество, достаточно плотное такое. Потому что телефоны, все эти камеры, они не передают того, что передает вот акустика, допустим, вот этого зала. И нужен непосредственный контакт учителя и ученика. И времени на подготовку оказалось совсем немного. В следующем году Екатерина завершит обучение в классе саксофона. На выпускном концерте она готовится сыграть уже полюбившуюся мелодию Ганса Хьюмана «Славянская фантазия». Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. До праздников остаются считанные недели. И хотя Саров хорош в любое время года, эти дни пропитаны особым волшебством. Разноцветные гирлянды и декоративные иллюминации сливаются в пестрый калейдоскоп. Город утопает в огнях. Самые яркие из них льются с витрин магазинов, офисов и торговых центров. В преддверии праздника сделать свое заведение как можно более уютным и красочным старается каждый предприниматель. Чтобы отметить самых креативных, Ассоциация промышленников и предпринимателей Сарова и Центр поддержки предпринимательства запустили новогодний смотр-конкурс «Елка-фест». Изначально мы планировали сделать несколько номинаций конкурса. Это внутреннее оформление помещения и внешнее. Но приоритет все-таки отдаем внешней входной группе, торговых точек, каких-то офисов наших предпринимателей, чтобы именно на улице было яркое праздничное настроение оформления. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, необходимо сфотографировать празднично оформленный фасад своего офиса, магазины или организаций и опубликовать снимок в социальных сетях с хэштегом «Елка-фест». После чего отправить изображение вместе с заявкой на электронную почту Центра поддержки предпринимательства. Mail-sobaka.sarovbis.ru Главное – это творческий подход. Не обязательно использовать какую-то динамическую подсветку. Конечно, это всегда красиво смотрится, но элементарные милые украшения гирлянды или постановка елки, украшенные собственными руками – это всегда очень красиво и мило. Итоги конкурса «Елка-фест» подведут в два этапа. Первыми при помощи открытого интернет-голосования авторов лучшего новогоднего оформления выберут жители города. Затем свое слово скажет экспертный совет, в который вошли представители Думы и администрации. Им предстоит назвать победителя в номинации «Экспертное мнение». Всех лауреатов ждут дипломы, благодарственные письма и, конечно же, призы. У нас разыгрываться будет ужин на несколько персон в одном из ресторанов нашего города. Фотосессия в красивой фотостудии. Крупные фейерверки, большие упаковки будут, хороших фейерверков, чтобы предприниматели смогли своими коллективами поднять себе настроение и украсить свой предпраздничный вечер. А еще уникальный набор керамической посуды, которую по индивидуальным эскизам изготовит один из сорокских мастеров. Работа на конкурс «Елка-фест» будут принимать всю неделю. Первые 20 участников получат новогодний мешочек с мешурой, гирляндой, новогодними шарами и вкусными подарками. В период пандемии владельцы четвероногих друзей столкнулись с проблемой. Как выгуливать питомца, если запрещено выходить из квартиры? На помощь саровчанам пришли волонтеры. В рамках акции «Лапы помощи» они гуляют с собаками заболевших и тех, кто находится на карантине. Дали клич, и я прям сидела, плакала. Обратилось очень много людей, которые хотят помогать. В общем, сейчас нас уже 31 человек. И тоже хочу сказать им огромную благодарность, потому что люди отзываются тут же. То есть я только звоню, что надо гулять с собакой. Они говорят, хорошо, когда, чего, давайте координаты, и мы идем. Эту акцию клуб собаководства «Акбар» представил на областной конкурс «Меняющий мир» в Нижнем Новгороде. По итогам клуб наградили памятным знаком общественного признания за участие в развитии добровольческого движения в регионе. В номинации «Свои герои» победителя выбирали путем голосования. Мы совсем чуть-чуть не набрали, не добрали мы двух голосов до первого места. Вот совсем прям каплюшечку. Но заняли мы второе место. Но все равно рады, потому что из кучи участников, там чуть-чуть около двухсот было. Второе место занять, я считаю, прям для нас хорошо. Это второй конкурс, в котором клуб пробует свои силы. Осенью Акбар победил в городском конкурсе «Доброволец Сарова-2020» в номинации «Организатор добровольчества». Там тоже надо было рассказать работу свою. В общем, рассказали свою работу, потому что, по сути, наша добровольческая деятельность уже лет десять. Вот, рассказали и тоже выиграли. Благодаря участию в таких конкурсах о добровольческих организациях узнают все, кому может понадобиться помощь, считает руководитель клуба Светлана Романова. В 2021 году клуб Акбар будет бороться за победу в конкурсе «Доброволец России». Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». Действовать здесь и сейчас, а не ждать подходящего момента. 2020 год уже успели окрестить одним из худших, но для Саровчанки Дарьи Абызовой это пустые слова. Пока ее сверстники томились на удаленке, девушка успела стать лауреатом двух всероссийских конкурсов. О первом волонтера будущего 2020 Дарья узнала случайно. Изучала порталы, посвященные добровольчеству, и увидев объявление, подумала, почему бы и нет. В заявке Саровчанка рассказала о себе и своей работе в поисково-кинологическом отряде. Даша была одной из тех, кто помогал искать пятилетнюю Зарину Авгонову, пропавшую в селе Степановка Нижегородской области. Тогда за этой историей следила вся страна. «Папа мне звонит и говорит, Даша, давай быстро собирайся, у тебя есть 20 минут». Первая мысль у меня была «Как? Зачем?». Но такова была ситуация, ребенок в лесу, и на ребенка работают на отклик только женские голоса исключительно. А женщин, так таковых, мало. Поэтому пришлось. Дарья признается, что именно тогда, в ночную лесу, плечом к плечу с другими добровольцами, она впервые поняла, что попала в родную стихию. И с тех пор уже не представляет свою жизнь иначе. Затянуло, наверное, атмосферой, чувством какой-то ответственности. Когда ты идешь в лес в ночь, 6 часов, идет дождь, тебе самой страшно. Это перебаривало то, что в лесу находится маленький ребенок, без еды, без воды, без одежды. Начался проливной дождь. Я не знаю, как это объяснить, это какое-то чувство изнутри. Заявку на конкурс «Волонтеры будущего» Дарья заполнила в марте и благополучно забыла о ней до октября, когда на телефоне раздался звонок с незнакомого номера. Первые же слова повергли девушку в шок. На другом конце провода сообщили, что Саровченко прошла отбор и стала одной из семи финалисток. Среди 10 тысяч участников. Через несколько дней Даша приехала в Москву, где ей предстояло поучаствовать в съемках фильма о волонтерах страны. Для меня главной победой в этом конкурсе стало то, что, во-первых, я снялась в этом фильме, я вышла в финал. Это очень дорогого стоит. И самое главное для меня, это то, что я, да и в принципе каждый человек рассказал о волонтерском движении, что существует, этим же призвал людей к чему-то хорошему. Кроме волонтерства Дарья активно интересуется и респруденцией. И на этом поприще тоже добилась заметных успехов. Последним из них стал диплом лауреата на конкурсе СССР, который проходил под эгидой Университета прокуратуры. В своей работе девушка описала становление правовых институтов в России от времен Ярослава Мудрого и до наших дней. Для Саровченки это стало еще одним шагом на пути к мечте. Она твердо намерена поступить на юридический факультет и в будущем хочет стать правозащитницей. Константин Перевозчиков, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. Четыре золотых, три серебряных и две бронзовые медали. На областные соревнования по тяжелой атлетике памяти олимпийского чемпиона Виктора Бушуева Клуб Греции Центра внешкольной работы отправил девять ребят. И ни один не вернулся с пустыми руками. Самому юному спортсмену всего восемь лет. В зал Никита Гараев пришел вместе с другом. Быстро втянулся и от пустого грифа плавно перешел к первым весам. Для него соревнования в Дзержинске стали дебютом. По сумме двух упражнений мальчик набрал 24 килограмма. Восемь в рывке и 16 в толчке. Такой результат принес Никите третье место и желание развиваться дальше. А вот другой воспитанник Греции Артем Драницын в мире пауэрлифтинга уже не новичок. Юноша посвятил силовым тренировкам пять лет и за это время дошел до первого взрослого разряда. На областные соревнования Артем ехал как фаворит своей весовой категории. И надежды тренера оправдал на все сто. Вырвал 95 килограммов и толкнул 115. Как итог золотая медаль. Сейчас тяжелоатлет планирует покорить новую вершину. От звания кандидата в мастера спорта его отделяют несколько десятков килограммов. Непосредственно моей категории до 81 килограмма нужно 240 поднять. В сумме двух упражнений. То есть это примерно толчок 130 и рывок 110. Вот на последних соревнованиях поднял 95 на 115. Вот надо плюс 15 добавить в каждом упражнении. Плюс 30 в сумме и будет КМС. Сегодня в клубе Греции занимается 18 ребят. Двери открыты для всех. И среди воспитанников немало представителей из прекрасного пола. С железом они работают наравне с парнями и тоже не проще показать свои силы. На состязаниях в Дзержинске часть нашего города защищали две девушки. Алена Ермакова стала первой, а Валентина Савина завоевала серебряную медаль. Несмотря на сложившиеся стереотипы, тренер Руслан Казабаранов уверен. Девочек тяжелоатлетика испортить не может. Все, кто занимаются штангой, они наоборот становятся худенькими, стройными и так далее. И плюс это воспитывает в девочке качество личности, спортсмена. Сейчас спортсмены клуба Греция готовятся к областным соревнованиям по тяжелой атлетике. Они пройдут 16 и 17 января. А всех, кто хочет попробовать силы в этом виде спорта, приглашают в Центр внешкольной работы. Клуб Греция работает по адресу улицы Бессарабенко, 14. Занятия проходят во вторник, четверг и субботу. Константин Перевозчиков, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей, Саров, 24. Профессиональное хобби. Игроки пинбольного клуба «Реактор» скромно называют себя любителями. Однако их победа на федеральных и мировых соревнованиях говорят об обратном. А начиналось все с малого. Больше 10 лет назад на Варламовской дороге среди двух полуразрушенных зданий 7 человек собрались, чтобы поиграть в пинбол. Тогда они еще не догадывались, что эта игра станет для них увлечением всей жизни. Все банально просто начиналось с пострелушек. Собрались в лесу. Шашлык, башлык. Весело, сердито. После понравилось. Загорелся целью создать команду. Назвал эту команду «Реактор Саров». Годы шли, мастерство спортсменов росло и состав команды расширялся. Сейчас в «Реакторе» играют более 20 человек. Свой опыт они охотно передают подрастающему поколению. Здесь занимаются детская и юношеская команды. Эта тактическая игра требует, чтобы спортсмены понимали друг друга с полувзгляда. Поэтому тренируются они долго и часто. Игроки называют клуб второй семьей. Павел Филисов стал ее частью с момента основания клуба 10 лет назад и болеет пинболом по сей день. 10 лет уже тренировки по 2-3 раза в неделю проходят. Без этого никак невозможно достичь таких результатов. Были многократными призерами, победителями международных, общероссийских турниров. Поиграли на Кубках и Чемпионатах мира в Париже, Германии, в Каннах. Достаточно обширная такая автобиография у нас в пинболе. За годы реактор сменил много мест для тренировок. Постоянная оборудованная площадка появилась у клуба только сейчас. В сгоревшем здании тира реактор планирует обустроить три площадки. Основную для пинбольных тренировок – студию «Крепыш», где малыши от 4 до 8 лет будут изучать азы игры под чутким руководством наставников. И комнату для игры в «Лазертак». Сейчас уже отремонтирована площадка для пинбола. Нам передали город, любезно передал здание тира, которое мы отремонтировали за свой счет. Как вы видите, прекрасное помещение. Мы все сделали уютно, хорошо, светло. И здесь идут тренировки ежедневно. Ежедневно по вечерам расписание. То есть младший состав, он три раза в неделю, взрослые ежедневно приходят. Подрастающее поколение старается не пропустить ни одной тренировки. Александр Брехунов долго не мог выбрать, каким видом спорта заняться. Мама посоветовала пинбол. Это не просто войнушка, а стратегическое сражение, рассказал юный спортсмен. Мне нравится очень этот спорт. Я, к сожалению, еще ни разу не ездила на соревнованиях, хотя я занимаюсь уже полтора года. Ну, не получалось у меня еще съездить ни разу. Но я думаю, что я уже скоро смогу поехать на соревнования. Вот и пересечен десятилетний рубеж. Подведены промежуточные итоги и намечены планы на будущее. В новом году «Реактор» станет основной пинбольной командой госкорпорации «Росатом». Анна Пилипец, Артемий Глазков, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24.